Приветище! Мы в Satisfactory! У нас тут вечереет, я пью кофеин, а именно, я не знаю, жижа какая-то коричневая, я так и не выяснил, что я пью какаво или кофе. Но я думаю, что не суть, это важно. Важно то, что вон там есть белый слизняк. Я сейчас хочу вот так вот сделать, подожди, давай приблизимся. Это мой лайфхак, как смотреть вдаль. Это же белый слизняк, ну вроде похож. Надо будет туда залезть, его потом забрать, или знаешь, мы его оставим на крайний случай. Он у нас тут рядышком, и это хорошо. В прошлой серии мы охотились на слизняков, я повторяюсь, наверное, да? Но если кто не помнил, то посмотри прошлую серию, и тебе станет ясно. Я настроил прикпанель снова, она работает, но единственное, теперь я лечу вот сюда. Потому что тут у меня огромные дырищи на втором этаже. Также нам нужно сделать второй ассамблер, второй, в смысле, третий этаж ассамблеров. Поскольку нам теперь нужно фигово тучи всяких тяжелых материалов, например, как моторы и прочь всякая дичь. Пойдем посмотрим, сколько у меня в лифт уже загрузилось вот таких вот плат. Они прям прямиком из ассамблера поступают сюда. Ну-ка, 115 штук. А нам еще нужны, а, моторы нам пока не нужны. Автопроводка нужна, и вот такие универсальные каркасы. Так что сегодня занимаемся именно этим. Нам нужно отправить лифт наверх. Снабдить человечество и спасти человечество, иначе без меня человечество загнется. А еще знаешь, что придумал. Я, короче, решил... А, я же убрал. Точно, я же убрал. Ну, короче, это не важно. Смотри, я хочу взять вот этот вот конвейер первого уровня. И подключить его вот сюда, к этим проводам, к кабелям. Поскольку кабели у меня уже битком, они не производятся у меня, и просто стоят. Тут все на ожидании. Давай, производи кабели. Я предлагаю взять и подключить кабели к переработке, к утилизатору. Заработать огромное количество купонов. Как бы мне только это грамотно тут провернуть. И купить на них, например, какие-то материалы. Че я все произвожу, да произвожу. Я же могу и потребителем выступать. Просто покупать. Так же удобнее. Сейчас все у нас будет. Зря я, конечно, в прошлый раз конвейер весь удалил от старых контейнеров. Потому что он бы мне пригодился. Так, теперь наверх заходим вот сюда. Папик, что немножечко кривенько. Все, на быстро ляма делается. Быстро ляма, ляма, миллион у меня в карманах. Отличный рэп. Который не в рифму, нифига. У меня сейчас в кармане три купона. Нам нужны были там автопроводка и прочая всякая штука. Да, детали, вот. Смотри. Я могу купить автопроводка. А где здесь автопроводка? А, я не все, кажется, купить могу. Серьез ли? Обломентус. Ну, я могу купить моторы, стартеры, роторы. Это радует. Немножечко я обосрался. Ну, ладно. Все равно купоны нам нужны, поскольку нужно купить киберпикап. И гоня здесь по вот этим вот полям. Песчаным полям. По дюнам. Это будет вообще круто. Так. Все, пошли кабели, пошли. Потихонечку у нас накопятся купончики. И мы знаем, на что их потратить. Ну, а сейчас... О, нифигасик. Ты слышишь, как чашка об зубы мои ударились? Как это я сделал? Сделай еще раз. О, слышал? Об зубы бьется. Это я так быстро пью кофе. Горя... Еще раз. О, я скоро выпью себе все зубы этим кофе. Короче, смотри, какая ситуация. У меня вот этот ансамблер. В него уже куча роторов поступает и усиленных пластин. А он производит умную обшивку очень долго. Надо бы его немножечко ускорить. Да, дать пинка. Священного и святого. Это одно и то же, не важно. Вот, значит, три... Нет, три это дофига, наверное. Слишком жирно будет. Вот, двести. Да, тридцать секунд. А если я третий подключу, сколько? На сколько секунд увеличится? Двенадцать секунд. Ладно, оставим пока здесь три модуля. Так, значит, нам нужно поставить еще один ассамблер, который будет производить нам балки. У меня же где-то книжечка есть. Давай посмотрим. Детали. Мне нужно произвести вот такой вот универсальный каркас. И для этого мне нужны балки и, собственно, сам каркас. А чтобы произвести каркас, мне нужен еще один ассамблер. Получается, два ассамблера нам нужно построить. Да, вот это, конечно, я понимаю. Упасть не встать. Два ассамблера. Опять об зубы бьюсь чашечкой. Точнее, чашечка бьется об мои зубы. Короче, ладно, давай мы, знаешь, что? Не будем заморачиваться. Мы просто возьмем и будем втыкать ассамблеры прямо здесь. Мы же можем себе это позволить? Да, в принципе, можем. Почему бы и нет? Вот этот ассамблер будет производить каркасы. Стоп, подожди. Чтобы производить каркасы, нам что нужно? Так, детали. Для каркасов нам нужна усиленная пластина и прутья, которых у нас навалом просто наверху. Так, придется подраскинуть свои мозга налево и направо, чтобы понять, как это сочетать. Значит, смотри, усиленная пластина у нас производится здесь, в больших объемах. Я думаю, что нужно производство разделить. Сейчас мы это сделаем. Вот эту вот штуку мы убираем. Опа-ньки. Нужно теперь конвейер вытащить сюда. Вот. Ставим разветвлитель. Без него в наше время вообще никуда. А вот так вот он может ставиться у нас. Туда втыкается. Вот эта часть идет вон туда. Кривокосанно идет. Нам сейчас не красота важна. Нам нужно ускорить производство, чтобы ничего не проставило. Значит, а вот эта часть пойдет вниз. А еще нам нужны, нам нужны, подожди, вот эти вот штуки. Вот прутья нам нужны. Прутья, прутья, прутья. Что если я воткну ассамблер где-то здесь? Просто буду городить. Где у меня ассамблер? Вот, смотри. Я его как-то вот развернуть. Можно здесь вот? Сейчас мы построим здесь площадочку небольшую. А, тут никак нам мешает. Вот сюда тогда строим. Черт. Долбанный бур. Че ты тут нам мешаешь, а? В принципе, можно его вот воткнуть. Вот так красиво. Тут буду прыгать вот таким макаром, как кузнечик. Остается только сюда все потащить. Типа, типа вот так. И оттуда... А, блин, нет. Надо же опустить. Да, точно. Опускаем. И вот эти вот штуки у нас здесь. И потом изящно заходят вон туда. Вы же можете? Нет, не могут они туда изящно зайти. Но когда нас это останавливало, правильно? Мы можем сделать лифт. Че нам? Когда другим мешает, мы делаем лифты. Хопаньки. И вот красота. Великолепие. Городовский городит здесь. Че попал? Ну вот, смотри. Мы запустили. Здесь у нас, значит, будут производиться каркасы. Давайте, делайте прутья и усиленные пластины. Они поступают же туда. Вроде поступают. Но нет электричества. Я не подключил ни черта. Дерево. Мы башки. Надо подрубиться. Вот это тянем сюда. Здесь еще у нас электричество будет. И подключаем сюда. Все работает отлично. Все производится. Да убери ты свой разбиратель. Да. Каркасные модули производятся. Теперь мне нужно делать из каркасных модулей. Как мне пройти-то? Черт. Я здесь дорожку не сделал. Давай здесь сделаем. Чтоб сюда ходить можно было. У меня теперь две дорожки. Три дорожки. Ой, я здесь застроил все окончательно, да? Как я буду подниматься. Как я буду подниматься? Нет. Давай вот это разберем. А то я подниматься тут не смогу снизу. Значит, здесь нужен будет еще один ассамблер. Я его втыкаю следующим. Прямо вот так вот. Вот легонько. Сюда. Нет, наверное, вот сюда лучше встать. А запутался бы с их чертежа. Черт. Наверное, вот так вот его все-таки будет лучше поставить. Чуть подальше. Да? Вот. Красиво. Красиво. Значит, отсюда теперь у нас идет вот сюда. И производим универсальные каркасы. Модульный каркас есть. Теперь остальные балочки осталось сюда воткнуть. Они у меня есть. Пока что так. А, еще электричество подключить. Естественно. Кто же будет работать на халяву без электричества? Все. Подключили. Все собирается в универсальный каркас. Мы это сейчас отсюда. Сейчас. Протянем. Мы сделаем конвейерную ленту прямо к лифту. К лифту. Опять. Дорогие у нас нет. Нам нужен обычный конвейер. Потому что что-то я слишком много усиленных пластин потратил на конвейер третьего уровня. Вот сюда. Все. Все подключили. Теперь у нас вот эти вот каркасные. Модули будут поступать прямиком к лифту. Но это еще не все. Нам нужно подключить наш вон тот вот ассамблер. А, нет. Это литейка. Это литейка. Точно. Где у нас производятся здесь трубы. А здесь у нас что? Стальные балки. Они у нас поступают наверх. Пойдем посмотрим, как их подключить можно к ассамблеру. Так, так, так. Вот где они у нас отключились. Я их отключил, потому что они нам не нужны были пока. Снова подключаем. Вон туда. Что, что-то мешает? Ну да, что-то мешает. Как бы нам грамотно его подключить? Давай на столбиковую сюда воткнем. А теперь оттуда прям сюда. Что-то мешает? Подожди, что мешает? А, так все ок. Ну и чудо. Все. У нас все настроено. Шикарно. Давайте посмотрим, что нам еще там нужно. Автопроводка. И как нам ее сделать? И чтобы ее сделать, нам нужны кабели, которые я сейчас в утилизатор пихаю. Наконец-то они нам понадобились. И, если мне не изменяет память, стартер у нас тоже производится в ассамблере. Пойдем проверим. Да. Для производства стартеров нужны трубы и медная проволока. Хорошо. Значит, нам нужно построить еще один ассамблер. Мы его поставим где-то здесь рядышком. Мы же можем это сделать? Да. Все облазит. Значит, вот это будет у нас производить стартер. Сюда нужно подвести трубы. А трубы у нас куда сейчас идут? Где-то трубы куда-то идут. Куда трубы? А, трубы никуда не идут. Ну и шикарно. Делаем, значит, конвейерный лифт. И просто тянем. Тянем наш конвейер через всю вот эту вот конвейерную ленту. Другие объекты мешают. Ну, конечно. Давай тоже вот сюда на контейнер. Вначале ты идешь. Потом на разветвлитель встаешь. И прямиком вот сюда. О, паньки. Ништяк. Все, труба у нас сюда поставляется. Теперь нужна медная проволока. Пойдем ее доставать. Медная проволока у нас делается здесь. Она делает нам медные листы и кабели. Значит, проволока у нас здесь. Она производится теперь. И нужно ее закинуть наверх. К чему прибегнем? Правильно. К липту. Наверх. Блин. На кой черт ты сюда пластиной тащишь, а? Скажи мне. Разбираем, значит. Давай поставим здесь, короче, еще один контейнер. Отсюда забираем вот эти вот все штуки. И перетаскиваем их в другой контейнер. Ну, типа вот. У меня же еще есть жесткий диск. Надо его исследовать. Пойдем, пока не забыл, его запихаем. Мам, держи жесткий диск. Изучай. Возвращаемся к нашим любимым лифтам. Значит, лифт мы строим наверх. Теперь тащим конвейер. Вначале сюда. А потом оттуда сюда. Все. Проболока у нас есть. И трубы у нас тоже есть. Нам нужно здесь поставить еще один столбик для электричества. Вот так. И подключить его. Чудесно. Теперь подгрузяем наш ассамблер. Надеюсь, пробки не вышибут. Проболока-то где? Ну, ладно. Значит, поступит 100%. Вот она. Тихонечко едет по нашему конвейеру. И здесь у нас будут производиться стартеры. Делаем еще один ассамблер. Туева туча ассамблеров. Это, конечно, жесть. Он сюда, в принципе, воткнется. Если я зашью вот так. Так, все же поделать придется этот подъем разбирать. Все, теперь втыкается. Бабах. Подожди, а если я здесь вот так вот разберу? О, да. Вот так норм. Вот так вот будет проходик. Значит, нам нужен теперь автопроводка. Кавели мы сюда потащим каким-нибудь макаром. Нам сейчас главное конвейерную линию здесь замутить. Типа так. И вот сюда. И вот стартеры сразу же пошли. Пошли и поехали. Теперь пойдем сюда подключим еще и кабели. У меня там, интересно, еще кабели остались или они все утилизировали? О, да ты посмотри, какой поток. Кабели еще есть. Я думаю, что надо бы это все дело теперь приостановить на время. Вот так вот разберем. И снова наши чудесные спасательные лифтики идут наверх. Так, теперь нам нужно тянуть огроменный длиннючий конвейер поверху. В принципе, не обязательно поверху. Можем его по низу протащить. Нам тут ничего не мешает. А нет, объект мешает. Сейчас, если я конвейер пущу вот сюда. Вот. А теперь мне нужно его... Ой, блин. Вот сюда. Запутаться можно, капец, конечно. Аккуратность наша, все. Все, в принципе, в принципе, вот. Отлично. Кабели поступают теперь прямиком сюда. Шикарно. У нас все есть. Автопроводка будет делаться. Осталось только настроить конвейеры прямиком в лифт. Значит, берем и делаем вот так. И тащим конвейер туда. Ну, а тут уже все просто. Теперь нам нужно подключить вот сюда. И годно. Годно-годно оттечечка. У нас теперь все будет до остатки. Смотри. Здесь уже немножечко подтащились каркасы. Умная обшивочка тоже у нас постепенно заполняется. Ну, и в скором времени у нас должны уже поступать автокабели. Они там хоть начали делаться, нет? Что-то нифига, слушай. А, наверное, электричество не подключено, да? Точно-точно. Точно, все. Запитываем эту штуку. Все, поехала. Поехала. Отлично. Сейчас этот автокабель должен выйти. Давай, вон, бом-бом. Вот он, вот он, красавчик. Какой большущий молочек. А, автопроводка. Почему автокабель? Да не важно. Автопроводка, автокабель. И через то, и через другое все равно электричество проводится. Пойдем теперь посмотрим, сколько у нас электричества потребляется. Все ли в норме? Да, пока все оки-токи. 480 максимум, 455 сейчас потребляется. Пойдем-ка посмотрим, что у нас там по купончикам. Хоть сколько-нибудь за кабели я получил купонов? Целых два. А, давай, печатай. Конечно, печатай. Эх, да, кивертрак нам, конечно, еще далеко. А где мои купончики? Еще целых 15 купонов надо. Ну-ка, мам, показывай, что там за исследование. Ох, ты ж нифига себе. Так, значит, альтернативные стальные винты, сборный каркас и слиток чистой меди. Что первее нам пригодится? Давай, наверное, слиток чистой меди мы... Хотя нет, я думаю, до этого далеко. Давай стальные винты, подтвердите. Ну, чудесно. С исследованиями разобрались. Снова продолжаем мять свои булочки. Ты прикинь. Прикинь, что вышло. Короче, какие-то глюки произошли или что? Дело в том, что я уже и лифт отправил. И начал уже пятый уровень делать. Ну, вообще, как так? Почему-то с записью какие-то траблы случились. В общем, смотри, я уже начал собирать пятый уровень. Пятый уровень нашего хаба. А тут у нас, в общем, куча всякого интересного. Переработка нефти. То есть мы топливо будем делать. Вот промышленное производство. Тут и грузовики, и изготовители, и куча всякого интересного. Также у нас альтернативные транспортные жидкости. Вот именно на канистра биотоплива или канистра топлива обычно. Ну, бензин, в общем, вот. Респираторы появятся, чтобы мы могли через токсичные зоны ходить. Также у нас появится еще расширенная энергетическая инфраструктура. Реактивный ранец, наконец-то, о котором мне давно писали. Я получу его, когда сделаю топливо. Без топлива, короче, я не смогу этот ранец использовать. Ну, и куча других материалов для него нужно, которые я еще не изучил. Также у нас появятся поезда. Ты поезда, наконец-то. Будем перевозить на них кучу всего интересного. И для электроснабжения поезда нам потребуется от 25 до 110 мегаватт электроэнергии. Это просто капец как много. Это же один генератор угольный. Ты прикинь? Один генератор угольный стандартный вырабатывает именно столько электроэнергии. Ну, и прокладка трубопровода второго уровня. Собственно, а лифт... Лифт, как ты видишь, у нас тут просто вообще битком стоял. Я целые сутки прождал, пока он все это произведет. Там огроменный объем материалов нужен был, ты же помнишь? Вот. Теперь нам опять огромный объем материалов нужен. Но какой-то нереально современный, который я еще не научился делать. Помимо этого, я сейчас занимаюсь переработкой нефти. Точнее, разработкой переработки нефти. Мне пришлось переделать несколько ассамблеров. А именно, два ассамблера. Первый ассамблер вот этот, который у нас производил, не помню что. Но теперь он... А, эти платы вот такие вот он производил. Умная обшивка. А теперь он производит железобетонные балки. Снова вернулся на них. Также мне пришлось здесь тоже все убрать, переделать. Чтобы производились моторы. Теперь я их тоже делаю. Уже 21 мотор, офигеть. Вот. 21 мотор. Трубы нужны были. Трубы идут у нас. Трубы идут наверх. Вот они, трубы. Дайте мне парочку. Мне нужны трубы. 51 штук. Отлично. Все, пойдем закидывать. Моторчики. Трубы. На химичил я тут, конечно, вообще очень ужасно. Вот что делать с человеком лень, когда тебе неохота перестраивать завод и предприятие. Ты посмотри. Там, сям, конвейеры. А туда-сюда. Тут простой. Там в красном чудо горит. Но это не важно. Потому что сжигателями хаба мы уже давно не пользуемся. Конечно же, конечно, все можно было купить в нашем чудо-магазинчике. Пойдемте покажу расценки, от которых у меня просто глаза вылезли из орбит. Тут цены космос. Просто капец. Вот у меня 5 купонов есть, да? Я думал, ну дай-ка я куплю железобетонные балки. Сотка за 3 купона. Ну где это видно? Это капец как дорого. Я же такой упердяй, что я не готов на такое потратиться. 50 моторов нам нужно было. 50 моторов я могу купить за 5 купонов. Это же просто... Я не знаю. Такое ощущение, что я улетел на другую планету, где вообще нет производства. И такие цены кусочи. Ну, просто меня жабы сдавило. Поэтому пришлось 2 ассамблера перенастраивать. Новых 2 ассамблера мне было лень строить. Проще же перенастроить их и все. К тому же, где же я еще возьму электроэнергии на 2 ассамблера? Еще мне прикалывают по заполненным конвейерам кататься. Ходишь такой, как директор по своему заводу. Пьешь кофе. И не можешь пройти, потому что кругом конвейеры. Пытаешься обойти, а здесь лифт. И как быть? Приходится вокруг, а здесь тоже конвейеры. Прыгать надо. Колени свои стирать. Это же напряжение на колени, ты понимаешь же, да? Нужен джетпак. Без него вообще тут никак. Так. Два железобетонных блока и все. Или как они там? Железобетонный что-то. Что мы собираем? Ну же, ну же, ну же. 8,90, 100. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Я, конечно, не знаю, что мне даст эта нефтяная промышленность. Кроме производства топлива. Но я буду на шаг ближе к изобретению джетпака. Все, я все это гружу. Вот. Вот. Понеслась жара кверху. Все, мы отправили. У меня открылось куча всего. Давай еще раз посмотрим, что мы там открыли. Анна, заткнись. Мне не нужны твои всякие инструкции. Я знаю, что экстрактор нефти. Обычная скорость добычи 120 кубометров нефти в минуту. Надо будет найти где-то нефть, где ее качать. Соответственно, нам нужны вот эти вот пластики. Универсальный простой в производстве. Пластик нам нужен для джетпака. Что там еще для джетпака там нужен был? Да. Мотор, пластик. Вот такие вот резинки. Ну и топливо. Значит, топливо у нас уже есть. Я просто хочу как-то перешагнуть вот эти вот все шаги, чтобы быстро сделать джетпак. Потому что я уже не могу без него. Резинка тоже у нас открылась. Отлично. Пластик, резина есть. Мотор я умею делать. Нужно топливо. Топливо где у нас производится? Здесь. Ой-ой-ой. Нам тут, смотри, какие каркасы нужны. Тяжелый модульный каркас. А как его произвести? Написано, что они производятся в верстаке или в изготовителе. Но я знаю, что у меня их нет. А нет, смотри. Тяжелый модульный каркас. Он у нас доступен. Ее ПСТ. Все, значит. Следующей серией у нас будет перестройка. И когда мы эту перестройку закончим, мы будем производить реактивный ранец. Ну, а на сегодня это все. Сегодня была серия посвящена строительству ассамблеров, реорганизации этих ассамблеров и моему ленивому подходу. Если тебе понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться. А мы с тобой увидимся в следующей серии, которая будет, наверное, крутой. Не такой, как сегодня. Ну, вот мы и посмотрим. В общем, пока. Увидимся в следующей серии. Продолжение следует...